Я так понял что могу обкреповать Или кто-нибудь бегал еще и что-нибудь приел Баня Четвертый тур наших соревнований в конференции набрал обороты. Сейчас встречаются HSBC и Московский кредитный банк. В разных ситуациях с точки зрения турнирного положения команд находятся эти спортивные коллективы. Корнаушевский оставил сейчас мяч и забивает с его передачи габарит. Этот счет становится уже 1-0. Почти в каждом матче сегодня мы видим быстрый гол. Так вот, МКБ сегодня уже поднялся вверх по турнирной таблице. После 9 очков имеет 12 баллов. Если набирает еще хотя бы одну очко, то на третью строчку турнирная таблица становится, смещая оттуда теньков и следит, как сегодня отыграет МТС Банк. У них сегодня в соперниках Медлайф и РТРС. Ну, там-то, наверное, наберет какое-то количество очков МТС. Так что МКБ сейчас желательно выигрывать. Разумеется. У HSBC первое место во втором дивизионе. 17 очков после 7 встреч. И очень быстро HSBC забивает второй. 2-0. Так вот, если HSBC сегодня все свои матчи выиграет, то уже практически обеспечит себе победу во втором дивизионе. Расписание матча просто. Чемпионатисты. Голос при нашем середине. Мальчик записан. Как вы думаете, может, все будет, пока не будет. Да, может, не будет. Да, может, не будет. Да, может, не будет. Папа! Папа, мне мультик не работает. Папа! Главой будет у Московского кредитного банка. Они сегодня уже играли. Помогу, что-то. Папа, я сейчас подожди секунду. Так вот, у МКБ 2-4 поражение от Колоса и 7-0 победа над командой Сбербанк Страхование. Временев хорошо идет. Кучиев там набирал ход. Ремнев снял мяч с ноги оппонент. Подушевский снова передачу делает на Гучиева. Подушевский сам на удар решился. И просто повезло сейчас в ротарию, что в него прилетел Бян, сейчас с ним ведет и 3-0. Без передачи просто. В этом матче он просто вездесущий. Получается сохранить мяч, прикрыв его корпусом. Удар здесь Черемухин отлично играет. Ремнев наступили ему на ногу, фол. Первое нарушение в игре. Ремнев бьет сам. По-моему, в позапрошлом туре он забил приблизительно с такой дистанции. Вот это потеря. Соброс Ремнева проходит как раз на 6-метровую. «Дима, не отпускайся назад!» Две с небольшой минуты до перерыва. Если МКБ в этом тайме за оставшееся время не забьет, то на второй выйдет с серьезным национальным давлением. Давить будет счет. В отсутствие забитых мячей большое количество пропущенных. Габарец ошибается. «Дима, не трогай, не трогай, не трогай!» «Дима, играть убрал!» «Дима, играть убрал!» «Мы слишком прямолинейны пока атаки МКБ. То, что проходило с Сбербанком по страхованию против HSBC не пройдет. А вот теперь четвертые должны были забить. «Николь на огонь! И по справу идет по треву!» «Нормально?» «Нужно было сразу бить, но не подстроился игрок под мяч». «Черемыкину штрафную!» «Закончился первый тайм. Счет 3-0. Эй, эй, эй!» «Второй тайм. Встречаются HSBC и Московский кредитный банк. Преимущество HSBC. Очевидно, и по счету, и по игре, ну, можно попробовать списать это на усталость Московского кредитного банка, который два матча сегодня уже провел. И соперники там были непростые. «Гребец» хорошо прессинговал. «Он, выиграли! Верите! Верите! Руку где-право? Классно! Подбежал! Пожар отмечен! Который там был? Два больших! Не трогай! Не трогай! Два! Что делать? Лежать! Лежать! Трогай! Кто ударов не поставит? Первый по-настоящему опасная атака МГБ во втором тайме. Трогай! 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 Чи его говорят, что нужно было сейчас смещаться активнее. Наверное, справедливо. Трогай! Трогай! Это практически автогол. 1-3 и МКБ сокращает отставание. Что-то похоже мы наблюдали в матче МКБ против Комуса. Когда МКБ удалось два мяча отыграть, но затем Комус все-таки забил еще один. И на этом запал МКБ закончился. Так что очень важно HSBC сейчас тоже забивать четвертый. Девятый строк, дай ему 3 метра форвард, иначе он убежит. Глава HSBC не торопятся они. Понимаю, что вести два гола не так уж плохо. Торопиться-то некуда. Главное, поспокойнее действовать в обороне. Горобец... Габарец, точнее, не Горобец. С Ремневым пошли. Удивительно, но такое впечатление, что немного не хватило скорости. Где тут был мой бойчик? Харнаушевский. Без риска играет, говорит. Было нарушение фоу в атаке в чужой штрафной. Гриша, я не знал. Когда нарушение в штрафной с любой, вообще можно? Вообще с любой. Не знал. Не знал, правда. Многовато начинает фалить МКБ. Он нервничает, торопится. Пытается таким образом по-баскетбольному срывать атаки соперника. Один в середину. Тихо. Один в середину. Гост перед вратарем играть надо, говорил. Глазом, прошло. Глазом, победа ближе. Глазом. Раз. Глазом. 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 Неудобно. Снова Корнаушевский с Габарцом. Вот Ремнева подключают. И вся троица уже в атаке. Ремнев отважился на дальний удар. Ром, чуть дома. Через середину. Стой. Главное, не ошибаться. Решили, я дам. Решили. 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 Как бы здесь нарушения не было, но сейчас врач придет все проверить. Восьмой фол. Не, подожди, не восьмой. Чи-Би-Си, отложенный фол. Уверен, что это Чи-Би-Си? Он показал на оранжевый, сказал второй бой. Гриш, отложенный у кого был? У кого был отложенный? Не увидел. Чи-Би-Си, ну все, ладно. По 20. Царев сейчас со скамейки Чи-Би-Си подсказывает своим не торопиться. Борец решил перекинуть, видимо, вратаря. Две минуты нужно удерживать от Чи-Би-Си преимущество. И Таймал берет от Чи-Би-Си. Гра, гра! Ау! Правильно. Что-то встал, что-то встал Поправил Ну, блин, это вообще жесть, правильно? Я же Рену звонил. Не, они сходили в тюрьму чего-то Ну, вот что осталось Они сходили в тюрьму Просто они сейчас летом будут Я говорю, Юрьевич, на такую тему не смог Слышать, убить в новых Они матов подожили в стальке Куда! 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 Ребята, встали! Влечи, влечи Поправок! Игра продолжается полторы минуты, но нужна была эта пауза для того, чтобы сбить такую еще и настрой московского кредитного банка. Было понятно, что еще BC начинает проседать, но мяч попал в руку. Последняя минута, от нее остается 54 секунды. Заброс на Кучиева. Тарнаушевский хорошо пробил щекой, под штангу мяч летел и самое опасное, что вылетал из-под защитников. Просто видеть мяч удалось только в самый последний момент. Вот здесь нарушение уже на желтую. Кому желтую дали? Восьмому номеру HSBC, то есть ремневая желтая карточка. Показано. Ну и что, теперь карточками обменялись. 10 секунд нужно доиграть. Хотелось бы обойтись без жертв. И на последних секундах не удается забить 3-1. Итоговый счет победы HSBC. Итоговый счет победы. Итоговый счет победы. Субтитры сделал DimaTorzok